здравствуйте друзья это Вадим Криткова я практикующий ветеранный врач и сегодня у нас вот такая вот пациентка и с выворачиванием влагалища до родовым выворачиваем влагалища у нее глубокий срок практически она готовится уже к котелу и неприятное вот такое вот выворачивание в нем мы будем накладывать швы на влагалище на вульву вот такого устройства джейлор по сути травакар с ручкой такой он используется для управления сочуга и малоинвазивная операция по постановке на место смещенного сочуга вот также у нас есть значит такой спрей на места проколов витаминный комплекс делаем вот и будем для того чтобы швы не разорвали стенки вульвы будем использовать вот такие вот избирки подготовленные пластиковые такие накладки через них мы сделаем в них две дырочки через них мы будем прошивать дальше ледокаин местно будем делать стенку вульвы чтобы не было больно то мы будем делать само отверстие вот этим травакаром хотя это как бы максимально щадящие будет прокол но все равно болезненный поэтому ледокаин место будем использовать стерильные перчатки оденем шприц спирт который будет использовать как антисептик и обработки поверхности и так набираем ледокаин и готовим инструмент обрабатываем спиртом с этим хвостом пися воно там цихонько руя будете тримати так хорошо все тепер тримайте хвоста так мы будем робити зараз не болене ці місця приблизно вот тут мы будем накладать в этих местах мы будем просочивать инфильтраційная анестезия ледокаина двух пациентов больше я в YouTube рідко зароди обрабатываем спиртом ну как вам сказать різная информация ризная информация полезна то что трапляется в людей люди сами не а вам на рахунок скидают ну да раз в месяц людина оплачивает вот так с другой стороны раз в месяц то вы что регистрируете сами так иглу на полную длину и постепенно вводится ледокаин а игла вытягивается таким образом мы всю зону обезболиваем так пока месяц обезболивание идет смотрите мы открываем вульву видите здесь куски соломы прямо то есть когда выворачивается влагалище она эти контактирует с внешней средой и вот это все туда попадает результате там могут развиваться и эрозии и воспаления и разрывы даже поэтому ушивание является обязательным а также важный важный момент это все введем там пряда важный момент первое что до ушивания это помост вот этот помост который сделали чтобы поднять заднюю часть тела и вот когда сделали помост уже существенный прогресс пошел она начала практически уже не выворачивается потому что если просто зашить и не сделать помост она будет все равно давить внутренние органы матка беременная будет давить и она все равно будет прорывать вот эти швы ваши друзья проверяем иголочкой если болезни на стене значит ледокаин начал действовать итак друзья мы наложили такие вот накладочки бинт использовали в качестве шовного материала вот сделали здесь один шов здесь 2 шва все в принципе мы свою работу сделали все теперь прорыва не должно быть плюс еще настил сейчас мы еще внутрь во влагалище ведем препарат лекарство посмотреть через катетер вот и в принципе обработаем еще дополнительно спреем я немножко подогреем его теплой водички потому что холодное неприятно водить животным да вообще нужно стараться друзья что все делать как вот человеку делаем да вот обезболивание вот я только что провел обезболивание вообще корова стояла и не больно было на спокойное было не не бесилась не прыгала вот я весь чистенький видите даже ни капельки ничего на мне нет да хотя и так для почему именно вот этот способ и за потому что видите катетер заходит далеко до самой шейки фактически ему лекарство получится пройдет во все влагалище остатки из катетера сделать мы отсоединим наберу немного воздуха и еще раз прогоню по катетеру так друзья сделаем интровит до комплекс дополнительно стерильный сприз все препарат используется но чуть дозе 10-15 миллилитров мы 15 сделаем так подкожно будем использовать подкожные вот при необходимости два-три раза на в неделю за неделю дополнительно еще повели витаминизацию это вы кажете карпатская и швизна такие друзья важный нюанс момент есть в ю тубе есть много роликов где накладывают швы так званый кисетный шов на вульву это такой сложный шов и которым я не пользуюсь возможно кого-то возникнет вопрос почему вадим ты не используешь такой шов я вам объясню во первых вот очень травматичный и осложнение от него может быть много во вторых как-то этот шов нужно снимать то есть мой шов можно легко вообще абсолютно без проблем снять вот даже не контактируя ножницами с поверхностью кожи то есть можно по пластиковой вот этой накладки снять от этот шов кисетный очень тяжело и неудобно снимать и тем более если это придется сделать хозяину а это придется делать хозяину потому что ради того чтобы снять шоу перед родами ветеринарный специалист не приедет к нему вот поэтому я не использую этот шел плюс воспаление отек и так далее то есть куча моментов да он по своей сути по эффективности он лучше чем этот он более качественно сдерживает в выворота но это при условии если у нас нету помоста где-то на ферме и так далее если у нас есть помост который сам по себе уже противовес вываливанию выворачиванию и плюс еще вот такой шов моя практика показывает что это самый оптимальный вариант итак друзья вот мы завершили этот визит сделали много работы осмотрели как всегда много всяких вопросов и по выпойке консультации потом по бычках по витаминах по кормлению поговорили о многих вещах вот но самое главное сделали эту манипуляцию необходимую крайне необходимую потому что в этом случае серьезные серьезные угрозы могли быть если бы мы это все не подшили то могли быть и травмы и выпадение и так далее вот также хочется сказать что есть несколько я дал несколько важных советов о том как действовать в родах естественно перед родами нужно обрезать когда уже есть предвестники родов так нужно обрезать вот эти нитки все чтобы мог свободно пройти родовой акт но потом есть два варианта как два варианта развития событий так первый вариант развития событий это когда все окей то есть постепенно по чуть-чуть отходит послед корова ощущается и в последующем уже все нормально проходит закрытие шейки матки сокращается матка уменьшается и все никаких потом последствий не будет уже да ведь мы понимаем что сейчас выворот он спровоцирован давлением матки с плодом на влагалище второй вариант неблагоприятный первый вариант это благоприятный вариант второй вариант неблагоприятный это то что вслед за выходом теленка начинаются бурные схватки вот и корова начинают дуться ложиться и выдувая сначала влагалище потом шейку из потом саму матку то неблагоприятный вариант в таком случае нужно экстренно действовать я предупредил хозяина нужно будет срочно ее согнать чтобы она не лежала чтобы не вывалилась матка и набирать конечно же меня но благо это недалеко от города в котором я живу это каменец подольский район и это село кадыевцы называется и поэтому здесь можно в принципе главное чтобы я был на месте я могу подъехать и что что я бы буду делать такой ситуации такой ситуации проводится сакральная анестезия вот мы отключаем матку отключаем потухи корова расслабляется успокаивается и вторично накладываем швы на вульву вот такие манипуляции ну примерно где-то на на срок на недельный срок а потом снимаем швы и тогда уже никаких проблем не так параллельно конечно я прописал наш премикс гранулированный теперь есть уже наш премикс я и александр чубукин сотрудник